Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер. Из тех самых де Йонкеров мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал, все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается. Разумно. Прошу ко мне не приставать. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Проснись, это только сон Проснись ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Очередной шедевр... Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. Печь я видел в подвале. Может, там будет еще подсказка? Продолжение следует... Испугался? Ну, испугался ведь? Вижу, что испугался! Такой отважный, а испугался маленькой Сары. Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны. И не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... А откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ты выглядишь как прибожек. Ведешь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя усновидящие кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны, это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставить. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Навиграт это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое. Давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят. И заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак. Он мне поверит. Да, да, да! Сделай так! А я обещаю, что не буду мучить твою подружку! Ни-ни! Ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Но твои желтые глаза меня чуточку пугают. Смотри, а у меня красивые глаза. Ты кто? Меня прислала к тебе Трис Моригольд. Мамочки, у меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осетр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Я видел, что госпожа Тилли вышла. Но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот. И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег в пустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. Прошу ко мне не приставать. Прошу ко мне не приставить. Прошу ко мне. Прошу! 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 А-а-а! От ромы и ужина не отказывай. Да у меня кровью мой! Нет, лучше выпивки, чем сразу повозвращение. Да, кавалер! А-а-а! 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают А что ты видишь во сне? Сон вижу не я, а клиент Мой дар заключается в том, чтобы насылать правильные сны Иногда на настоящие события накладываются ожидания или кошмары Приходится отделять зерна от плевел Начнем Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой Зачем это? Помогай мне, прошу тебя Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири Девушку зовут Цири Когда-то я выполнил заказ Мне предложили выбрать награду И я воспользовался правом неожиданности Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка Спустя годы я продирался через Бракелон В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она Дряды Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них Вода забвения не подействовала на нее Цири вернулась со мной Я отослал ее к ее бабушке, но... Уже тогда я был с ней связан Предназначением? Это нечто большее Спасибо Ты хочешь рассказать еще что-нибудь? Да Не спеши У нас есть время После второй войны с Нильфгардом Цири потеряла родителей Я не знал, что делать с маленькой девочкой И забрал ее в Каэр Морхен Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят Помню, однажды она стояла на разваленных стенах У нее из-под ног вылетел камень и она оступилась Я поймал ее в последний момент Но лучше всего Я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье и сказала, что плохо себя чувствует Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет И это... Неизбежно Хорошо Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да Пожалуй Тогда я слушаю Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхене После того, как Йеннифер назвала Цири дочерью Нас разлучили Я знал, что она в опасности Она мне снилась Я нашел ее в крепости Стига Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили Ей хотели причинить зло Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай Это очень личные воспоминания Ты хочешь продолжить? Да И я тебя слушаю Это было в Ривии Как раз закончилась вторая война с Нильфгардом Все еще было неспокойно В городе начались волнения Громили нелюдей Я пытался что-то сделать, но Не смог удержать бешеную толпу Один паренек пронзил меня вилами И Йеннифер тоже умирала Цири забрала нас на лодку Мы поплыли туда, где цветут яблони И там она оставила нас Тогда я видел ее В последний раз Ты сказал, что у этой девушки есть способности Расскажи мне о них Она дитя старшей крови Потомок Фальки Кровавый? Жестокой мятежнице, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови Смутьянки родится разрушитель миров Это легенда Знаешь, когда легенда перестает быть легендой Когда в нее начинают верить Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево Понятно Понятно Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространство и времени Она путешествует между мирами Я не могу это объяснить Я не очень много понял из объяснения Йен Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве И что кровь Цири обладает необычайной силой Понятно Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности Когда Йеннифер учила ее накладывать простое заклинание Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес Я знаю, что она долго училась управлять способностями Но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца Понятно Хочешь рассказывать дальше? Нет Может, начнем? Конечно, я знала, что она для тебя важна Но о том твоего голоса Скрыты эмоции Пожалуйста, давай продолжим Ложись поудобнее и постарайся расслабиться Возьми меня за руку и рассказывай о Цири Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей У кого? Енифер не была в Новиграде Была Трис Но Цири ее так и не встретила Может, у Лютика Они очень хорошо друг к другу относились Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Это поэт? Я слышала о нём. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Где это? Как войдёшь в город, со стороны квартала Красных Фонарей будет мост. А шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышала. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдёшь свою Цирию. Продолжение следует... Не буду я больше вязнякам островитяна в шею подставлять. Знаете, Толь подросся, вернулся. Все знают. А экипаж, должно быть, давно выпотрошили. И шкуру с них содрали. Чего глазом косишься, Толь? Ой, что-то убедил. Добрый бы из тебя вышел, моряк. Так первого плёба. Глазище у тебя змея. Добрый бы из тебя. Какой шею с ней! Ты должен был вернулся. Не отвадывай на завтра! Купи сегодня! Поехали! Что б я вас тут больше не видел? Думаешь, хотели... А мне один хер, что вы там хотели? Чтоб вас тут не было! Очередной приблудой с теми. В другой раз ноги из жопы повыдергаю и обратно в гузна засажу! Геральт! Как всегда вовремя! А ты, Золтан, как всегда кому-то сапогом в гузна. Это кто? Местный колорит! На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали! Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Как скажешь. Поехали! Поехали! Да! Поехали! развергены но все у нас исправно вышло вот теперь можно и поздороваться как боги за поведали сто лет тебя не видел друг здорово золтан как ты раздобрел так упражняюсь много из-за этой войны махакамского тройного не встретишь но риданский лагерь его отличнейше заменяет а вот ты что-то посмурнел что такое не хочу тебя нагружать своими бедами не свести геральт говори уж в чем дело да разное дай угадаю 3 а может йеннифер мы стресс поговорили выяснили отношения а что касается йеннифер как ты ее нашел рассказывай все как было давай в другой раз сейчас есть дела поважнее то есть я ищу цири я знаю что она была в новиграде возможно она все еще здесь вернулась значит а даже интересно я в ее сейчас узнал это сколько же лет прошло 67 и что она вообще тут делает скорее всего скрывается ней грозит опасность она тебе снилось несколько раз она и дикая охота у не хорошо да не очень зато я знаю что она была здесь и виделась с лютиком значит у нас неприятностям а где люди а хотел бы я знать может хоть он объяснит что за дьявольщина творится я только вернулся сам видишь думал меня ждут горячий окор холодное пиво а тут жопа лютика нет везде бардак бродяги эти понятия не имеют что случилось давай оглядимся может поймем где его искать это да начнем с первого этажа там он обычно сидит пишет ого записка от благодарной музы значит письма чужие читаешь мое лицо залил румянец и я погрузилась в чистый экстаз поглощая нектар и пальцы твои на истосковавшихся струнах моей души это та самая лютня от эльфов издоль блатаны а если он ее не взял значит очень спешил все из лучших виноградников вине лютик понимает как никто но с маловат и меч слишком большой кстати как это делают но убивают виверн техника может и не очень но запало ему не занимать серебряный лавр победителя ежегодного состязания труба дуров мастеру лютику сам князь ревард вручал ох и ужин был в честь победителей лютик учил свинью петь йодли а я ладно не будем об этом 10 бочек изысканного тусянского 5 ящиков саданского тройного ничего интересного да нет это то мы ищем это его ежедневник похоже лютик относится к таверне со всей серьезностью ты представить не можешь насколько в жизни не видал чтобы он так старался вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности в том числе бухгалтерия еще он отмечал время свиданий официальных и приватных так с кем он там встречался а а вот она последнее время он встречался только с девушками хорошая мысль у лютика длинный язык может он растрепал подружкам что-нибудь такое что наведет нас на его след ну на это весь расчет ну добро надо это все как-то разделить а хотя бы и так я расспрошу девушек с моей части ты со своей годится золтан постой тут все в стихах а как иначе это же записная книжка лютика великолепно ладно встретимся здесь попозже обсудим кто что нашел я тут еще немного приберу не хочу оставлять такой бардак а ты почитал бы что ли этот его дневник если что я тут рядом а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть странен лик ее изменчива природы... Кто взглянет в очи ей, постигнет в жизни много... Ого-го, чувствую какое-то особенное вдохновение... Ну, я не в восторге от эльфок, но это исключение... Ей бы сама Францеска Финдобаир позавидовала... Так может, сам к ней исходишь? Давай уж лучше ты... Почему? Хм... Видишь ли, эльфская красота, она как молодое вино из Боклера... А я как-то больше по водке... Как розу красит жгучий солнце вызов, так нашу розу жгут капризы... Манером ей учиться не пристало... Она лишь карликом махала... Карликом... Не замечал за ним такой скромности... Хе-хе... Карликом Роза Варатра называет свой Гвихир... Хорошее название, а? Ладно... Варатра... А ее отец, случайно, не Нильвгардский посол? Он самый... Ты его знаешь? Сильно сказано... Так, перекинулся с ним парой слов в замке в Вазиме... Ну, значит, представляешь, что это за хер... И вот он нанял Лютика учить его дочек риторики... Только, говорят, Роза больше любит мечами махать... И она поменяла всемирно известного Барда на простого фехтовальщика? Ей кажется, ни одного... Все время слышу, что очередные учителя отказываются с ней заниматься... Потому что она понавешала им люлей... Теперь ее отец ищет новую жертву... В смысле, учителя... Веспула... Знакомое имя... Это не она выбрасывала в окно его портки? Она... И вопила на пол Новиграда, что он рохляй и охрипший фазан... Она... И швырялась в него цветочными горшками... Ну, что делать, старая любовь не ржавеет... Если б я его не знал, то решил бы, что он ревнует Марабеллу? Да вряд ли... Она его давняя ученица... Он мне кое-чего о ней рассказывал... Кажется, я не хочу этого знать... И правильно... Потому что с некоторых пор у них стало все как-то совсем странно... То есть? Ну, она велела ему переодеваться... Называла его христианом... Себя Анастасией... Извращения понеслись галопом... И еще каким... Однажды она сказала, что он ее жеребец... Лютик-то это за комплимент принял... Ну, а тут она вынула у дела избрую... И педалага смылся через окно... Пусть только лишь на шелке страсть ей снится... Но если надо, и матрас сгодится... Молли! Она убирается у баронессы Лавалет! Он взял на прицел баронессу, а остановился на горничной? Лютик-людей по происхождению не делит... В постели все равны... И потом, настоящий поэт должен хорошо знать жизнь... А так он может изучать мир с разных сторон... Ну, наверное, я узнал все, что хотел... Спасибо за помощь... Коллегия профессоров Оксенфурдского университета... Имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкратсу Виконту де Леттенхофу... Титул магистра семи свободных искусств... А дождь? Чья вина? Чародинец! Останет паршивый! Власть я! Пойдемте... Я все отдам! С процентами! Только дайте мне неделю! Господин младший не банкир! Он человек порядочный! Платишь в срок, вот тебе охрана! Не платишь! На помощь! Ты че орешь, глупая? Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасет? Почти... Не вмешивайся, Седой! Не твое это дело! Вон отсюда, живо! Слушай ты... Может, у тебя и два меча? Только нас-то четверо? Ну да... Четверо собирают обрук с несчастной прачки... Мне бояться нечего... Я бы не был так уверен! По кругу гони! Напокойно! Все в крови! Все! Столько работы и впустую! Можешь меня не благодарить, правда? Прости! Не пойми меня неправильно! Я благодарна, но... Все, что было... Все пропало! Ладно тебе! Отстирается! Конечно, отстирается! Надо все в белом уксусе замочить! Да не в этом дело! Младший мне не простит! Или я сама сверну лавочку! Или мне ее по ветру развеют! Прости! Я не думал, что все так серьезно! Такая уж женская доля! Мужчины развлекаются, а мы разгребаем последствия! Ну да ладно! Перееду в Оксенфорд! И профессорам надо стирать кальсоны! Не знаю, помнишь ли ты меня, но мы уже встречались! Нет! А! Погоди, погоди! Узнаю! Ты тот ведьмак, в которого я почти попала цветочным горшком, когда... Ну... Когда выпроваживала Лютика через балкон! Я здесь как раз по его поводу! Ты не знаешь, куда он делся? Верно шляется где-то фазан хрипатый! Проходимец лживый! Ого! Чем-то он тебе досадил! Тем же, чем и всегда! Сердечный друг от семи недуг! Вернулся ко мне! Говорил, что теперь-то до гробовой доски! И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой! Это уже было слишком! Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях, потом вот это... Вышвырнула я его с разбитой мордой! Лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной? Даже для него это не слишком деликатно! Может, он любит девушек в мыле? Может! И что он хотел узнать? Ну... Как там в этих банях? Есть ли у меня там знакомые? Когда там открыто? Не знаю! Может, кому из них хотел дать работу в своей корчме, а я не к месту осерчала! А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера! Да! Скорее, из Курвера! Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли! У него, впрочем, тоже! Да говорю тебе! Артистка какая-то! Или шлюха! Они, в общем, по одной цене! Спасибо за помощь! Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет! То есть, да! Только скажи ему, что он козёл! Но пускай забегает! Пускай забегает! Не могу ко мне! Не даблю瓜! Какая-то такая дышante хранится! Что это? Продолжение следует... Приветствую! Продолжение следует... И что было дальше? А что должно было быть? Мы разговаривали. И только? Не знаю, что взбрело тебе в голову, но сразу заявляю, что мужчина меня не интересует. Ему я тоже так сказал. К счастью, разум Лютика открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Ммм, дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Недавно его схватили охотники за колдуньями, и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, ооо, что там творилось? По костру начали бегать огненные звери. Затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? Родовит Старая Курва. Я знаю, что это не мое дело, но почему, собственно... Почему я переодеваюсь? В детстве я мечтал, что когда вырасту, стану Доплером. Но стал портным. И тогда я понял, что костюм выражает сложности человеческой натуры ничуть не хуже. В один день я риданская графиня, в другой – портовый головорез. Вот она, настоящая свобода. А ты вот никогда не хотел стать хоть на минуту кем-то другим? Это должно быть страшно скучно, все время быть ведьмаком. Мне еще не наскучило. Спасибо за помощь. Приятно было познакомиться. К твоим услугам. Если вдруг понадобятся новые штаны или камзол, ты знаешь, где меня искать. Субтитры сделал DimaTorzok Геральт из Ривии. Ведьмак, прозванный Белым Волком. Ты обвиняешься в оскорблении чувств верующих. У нас приказ доставит тебя на допрос. Но сперва сдай оружие. Через мой труп. Я тебе говорил, что его не проведешь. Ну что поделаешь? Завалим как-нибудь. Так нам только чести больше. Помнишь проповедника, который говорил о чародейках и ведьмаках? И которого ты перед верующими оскорбил? От его имени мы приобщим тебя к таинству последнего очищения. Жалкое зрелище. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Прости, я ищу Мурабеллу. Это я. Подожди на улице, я веду урок. Прости, но я не могу ждать. Речь идет о Лютике. Меня зовут Геральт, и я... Геральт? Я знаю, кто ты. Хорошо, если ты так хочешь принять участие в уроке, пожалуйста. Дорогие дети, у Красолова, к сожалению, лихорадка. Поэтому сегодня мы пригласили ведьмака, который расскажет нам о своей профессии. Я... Здорово! Надеюсь, ты их не разочаруешь. Ну, кто хочет задать первый вопрос? Я! А что значит, что все ведьмаки похотливые? Вы не должны слушать всего, что люди говорят, а... Это значит, что они хотят пораньше лечь спать. Поэтому мама хотела уложить того ведьмака в кровать. Дети, что это такое? Следующий вопрос. А правда, что ведьмаки убивают королей? Девушки отдыхают. Вот если бы Крысолов... Ну так что? С чем ты пришел? Здорово ты меня подставила. Я бы предпочел иметь дело со стаей накеров, чем с классом девятилеток. Крысолов не возражал. А, ну да. Что с ним случилось-то? Он умер. Похоже, бубонная чума. Я не хотела расстраивать детей. Ну ты пришел поговорить о Лютике? Я знаю, что ты недавно виделась с Лютиком. Да, это был самый скучный вечер в моей жизни. Он читал тебе свои стихи? Нет. Мы смотрели Атлас Грибов. Хм. Может, ладно, даже гадать не буду, что взбрело ему в голову. Его интересовала плесень. Когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пенициллом, я поняла, что у наших отношений будущего нет. Я нашел у Лютика стихотворение о тебе, и из него следует, что ты необычайно талантлива. Да? Он писал о моих стихах? Меня всегда вдохновляли кони. Я мечтаю воспевать красоту этих благородных животных. Ты видел у Лютика мои строки? Это только наброски, но мне интересно, что ты о них думаешь? Эм, нет, не видел. Хей! Бич развернула крутой узловатый свист! Хлопнул бич и натянутый боржи! Конь был танцором меж бедер ее! Встал на дыбы и заржал в мелкой дрожи! К сожалению, я не разбираюсь в поэзии. Ты видела Лютика после этой истории с грибами? Нет. Я даже думала дать ему еще один шанс. Потому что на самом деле у него золотое сердце. Просто ему нужно немного больше дисциплины. Но он не вернулся, и я решила, нет так нет. Спасибо за помощь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 И novamente субтитры сделал DimaTorzok. Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая забота. Госпожа не знает, с кем попала. Еще бы, не про нашу честь. Я к горничной ее, к Молли. Не морочь голову. Баронесса как раз выезжает. Сойди с дороги. Геральт из Ривии у моего дома? Уверена, что это не случайность. Приветствую, баронесса. Приветствую, генерал. Ты права, это не случайность. Тебя не узнать невозможно. Но, чтобы воздать должное этикету, Мария Луиза Лавалет. Генерал императорской армии, знаком с Ведьмаком? Удивительно. Да, у нас был случай поговорить, когда император вызывал меня в Визиму. Ты навлек на себя гнев варом Рейса? Нет, тогда тебя давно не было бы в живых. Значит, вас объединяют какие-то общие дела. Ну, не буду расспрашивать тебя на улице. Воспользуешься моим гостеприимством и расскажешь, что тебя привело. Я ищу девушку по имени Молли. Кажется, она здесь работает. Это моя горничная. Сейчас она у моей подруги, Патриции Вигельбуд. Может быть, Геральт, ты поедешь с нами? Встретишь Молли на скачках? Что ты об этом думаешь, Ведьмак? Не желаешь ли принять участие в великосветских забавах? Что ж, если Молли будет там, тогда в путь. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Вон та серая Конторелла, дочь Кагыра, чемпиона из воли. Серый хороший цвет, для коней тоже. Мой фаворит Вороной, Немрот, чистых кровей Нильфгардец. Странно, что он не отдал тебе честь, генерал. А эти, Рыжий и Гнедой. Рыжий — это Гром, чистокровный ряданец. Отважный, но, пожалуй, слишком норовистый. С ним сложновато управляться. А тот Гнедой родом из Зерикании. Его недавно купил лорд Эвольт, и я мало о нем знаю. Но вообще, зериканские кони очень выносливы. Так Молли тоже лошадь? Прости. В конце концов, я здесь из-за нее. Я велела Молли присоединиться к нам, как только она управится с делами. Думаю, она скоро будет. Зависит от того, что ты приказала ей делать, госпожа. Впрочем, выбора нет. Я подожду. Похоже, ты разбираешься в лошадях. Разбирается — это слабо сказано. Он настоящий знаток. Гони куда честнее, чем люди. Интересно, как ты управляешься в седле, ведьмак. По большей части стараюсь не падать. А что скажешь насчет небольшого забега? Я здесь не за этим. Ведьмак, не заставляй себя упрашивать. Если выиграешь, получишь мое лучшее седло. Оно сделано в столице Нильфгарда. Отличная дубленая кожа. Почему нет? Посмотрим, так ли ты хорошо ездишь на лошадях, как в них разбираешься. Хорошо сказано. Какого коня выберешь, ведьмак? Я слухал когда-то о зериканских конях. Поеду на гнидом. Я с тобой состязаться не буду. Лучше поставлю на победителя. По-моему, выиграет Немрод. Тогда я сяду на кантореллу. Тогда зачем медлить? Начинаем! Все готовы! Давай, ведьмак! Встречай! На! 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 Скорость! Ветер! Обожаю! Быстрее! Не щади коня! Какой накал! Прекрасная победа! Благодарю. Для человека, у которого любую лошадь зовут Плотва, ты отлично держишься в седле. Поздравляю! Это твое! А теперь не мог бы я поговорить с твоей горничной, госпожа. Ах да, Молли! Ты же за ней и приехал. Молли, вон та остатная девушка. Поговори с ней. А затем, если захочешь, мы подвезем тебя в Новинград. Ничто не причиняет такой воли, как жизнь. Я Молли. Кажется, ты хотел меня видеть, сударь. Зови меня Геральт. Геральт? Тот самый Геральт? Которого Лютик вытаскивал из стольких передряг? О, да. Если бы не он, меня бы тут не было. Он рассказывал мне о ваших приключениях. Как он воодушевлял тебя песни на бой. Как отвлекал Кейрона игрой на лютни. Я говорю буквально. Если бы не Лютик, меня бы здесь не было, потому что я пришел спросить о нем. Ты не знаешь, куда он подевался? Хм. К сожалению, нет. Мы давно не виделись. Госпожа Баронесса не одобряет нашего знакомства. Говорит, что Лютик лентяй и пустозвон. Ты представляешь? А сестра его тебе не поможет? Она такая милая девушка. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил взаймы денег. На лодку. Лодка ему зачем? Чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны. Он сказал, что будет клубника, такое вино с пузырьками, и что он будет мне петь Арии. Но потом мы больше не виделись. Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестры? Есть! Я сама видела. И что забавно, она совсем на него не похожа. Такая блондинка. Может, у них отцы разные? Ага. Матери, наверное, тоже. Может быть. Но он о ней так заботится. Свертки за ней носит и вообще... А ты не знаешь, где ее найти? Ой, нет. Я как-то спросила Лютика, когда мы поедем к ней в гости. А он смешался и сменил тему. Спасибо, Молли. Погоди. Прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков, но так и не показал. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает, всем, кому только сможет. Хм-хм. Как здорово. Спасибо. И удачи в поисках. И удачи в поисках. И удачи в поисках. Продолжение следует... О, Геральт! Вернемся вместе? С удовольствием. До Новиграда путь не близкий, а в компании дорога пролетит быстрее. Это верно. Ну, поехали! Вот мы и на месте. Спасибо за компанию. Взаимно. До свидания. С удовольствием. Три часа. Как думаешь, справишься? Бывай! С удовольствием. Догнался, я за этим братком, аж до самого сада. Сирия, догнался. Да где там? Протикал, как крыша. Через дыру на задворку вынес. Агромат какой-то, жалялки. А это не может быть. Эти барыши любят таких подчудив. Ну чего еще? Роза Вара Трей меня ожидает. Я должен учить ее фехтованию. Иди за мной. Барышня уже ждет. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Я тоже. Барышня Роза, та еще бейте. А как дорвется до клинка, не знает жалости. А когда ты последний раз смыл голову? Деревянный возьмите. И смотри, барышню не повреди. А то господин посол озвереть изволит. Ну вот, пожалуйста. Еще один страшило. За мной. Ты мой новый учитель? Ну-ну, в этот раз папа расстарался. Начнем с деревянных мечей. Я должна знать, чего ты стоишь. Иди, иди сюда. Неужели в этом городе нет никого, кто мог бы меня хоть чему-то научить? На самом деле, я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Я ведьмак. И я ищу... Ведьмак? Великолепно. Всегда хотела познакомиться с ведьмаком. Это так оригинально. Что такого оригинального? Жить на грани, одолевать монстров, спать под открытым небом. Ах, это должно быть чудесно. Особенно, если сражаешься с Ригером, стоя по шею в сточной воде. Ну да, есть свои трудности. Погоди, ты хотел о чем-то спросить? Прежде чем я задам вопрос, должен сказать, ты неплохо владеешь мечом. Хотя при уклонении открываешься слева. Я знаю. Никак не могу от этого избавиться. Я надеялась, в Новиграде папа найдет кого-то, кто мне поможет. Эй, не заговаривай мне зубы. Ты сам сказал, что пришел не уроки мне давать. Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Но между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлёстывал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись. Я требую реванш. А ты быстрый! Ну давай! На что тебе двойникся? Ты даже с одним не управляешься. Хватит поспалиться. Дерись! Может ты и не учитель фиртования? Но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? Нельзя отказывать, если дама настаивает. О чем это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. Эдна Вар Атре. Главная склочница к югу от Еруги. Погодите, погодите. Значит, Лютик вас перепутал? Бывало. Но тогда Роза быстро приводила его в чувства. Закрой на минуту свой зловредный ротик, сестричка. И позволь мне объяснить. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени. Он по своему тщеславию, конечно, всему верил. А мне оставалось осаживать престарелого Барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг другу в волосы. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает на лампы другой? Я еще не спятила. Готов поспорить, вы отлично разбираетесь в политике. Ну, мы слышим, что говорят вокруг. А что тебя интересует? Император неуклонно движется на север. При дворе, наверное, ликование? Среди его наушников, да. А папа говорит, что это долго не продлится. Как это? Папа говорит, что война мешает торговле. И что людям надоело оплачивать капризы императора. Мне интересно, как решится судьба войны. Папа говорит, все зависит от Родовида и от того, кто первый займет Новиград. А при чем здесь Новиград? Это вольный город, он никогда не вмешивался в военные конфликты. Каждый ребенок знает. У Новиграда самый большой флот на свете. А на его казну, как говорят, можно собрать две армии. А вот еще что. Лютик вел себя в последнее время как-то необычно. Вы не замечали ничего странного? Скорее нет. Оставь ее в покое, Геральт. Она так влюблена, что не заметила бы, превратись он в волкалака. Эдна, а что? Скажешь, его уроки были обычными? Он нас даже на кладбище водил. Уроки риторики на кладбище? Странно даже для Лютика. Он хотел, чтобы мы навестили могилы аксенфурдских профессоров. А кончилось тем, что стал расспрашивать нас про Марграфа Хенкеля. Это кто? Старый свихнувшийся сморчок. Умер недавно. В молодости, говорят, он был меценатом. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубодурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. Женщина, о которой вы говорили, она не из этих краев? Хм, ну, помню, он восхвалял ее певучий коверский акцент. Это даже похоже на правду. Пару раз он назвал ее, кажется, Циранкой. В Ковере такие чудные имена – обычное дело. Надо будет спросить у Золтана про эту Циранку. Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам. Приятно познакомиться. Заходи еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова 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 Ведьмак. Повторяй, добрый крекер, добрый. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Я ни у одной не задержался. Видели его давно. Узнал только несколько лютиковых штучек для соблазнения банды. Все какие-то сомнительные. Ну рассказывай, я весь внимание. Знаешь, как он соблазнял студентку факультета естественной истории? Расспрашивал ее об обычаях троллей. А куда водил кухарку из трастоцвета? На тракт Новиград Аксенфурд, который как раз ремонтировал. Он часами смотрел, как торопят камни для новой мостовой. И еще втирал ей, как это романтично. Да, я-то в людских бабах не разбираюсь. Но такое бы и краснолюдское наскучило. Стареет у нас поэт. Ой, стареет. Может и так. Или он все делал с умыслом. Ты говоришь так, будто что-то разузнал. Девушки не видели Лютика уже давно. Утверждают, что он странно себя вел. И кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из ковера. Кажется, трубодушие. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. А-а-а, ясно. Это Присцилла. Кто же еще? Почему ее не было в списке? Понимаешь, с этой Присциллой совсем другое дело. Лютик ей вроде как обольщался. Он влюбляется в каждую вторую. Как бы тебе объяснить, кого Лютик любит больше всех? Себя. Ну вот, а она точно и его отражение. Ну что можно сказать? Нашла коса на камень. На ледяную глыбищу. А то девушка и правда вскружила ему голову. Надо с ней поговорить. Присцилла работает вместе с труппой Ренар и Лисой. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в зимородке. Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще мусю надо покормить. Золтан? Да! Новиград встретил меня пылающими кострами. Сожгли Фелицию Кори, чародейку. Но такие долпы собрались не из-за нее. Вторым казнили Доплера, который прикидывался Лешарелем, начальником храмовой страны. А Минги его разоблачил, сжег по рыночной площади и сам занял эту должность. Я познакомился с этим Доплером сразу после того, как он стал изображать Лешареля. Поэтому не слишком удивлялся, что Вечный Огонь так терпим к выродкам и дружелюбен к чародеям. Как видишь, все это закончилось. И чародеи, которые искали в городе убежище, теперь оказались в ловушке. Я хотел раскрутить собственное дело, только ничего из этого не вышло. Залез в долги, теперь вот приходится выплачивать. Хотел бы я все свалить на войну или на подлость людскую, но во всем виновата исключительно моя собственная глупость. Ну да не хочу я это, размусор. Партию в Глинт никогда не отхожусь. Ну тогда давай играть. Партию в Глинт. Партию в Глинт. Партию в Глинт. Партию в Глинт. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...